Вообще он правильно, ты знаешь, он правильно Аниш-Гири. Ну, может быть, но на Аниш он называется. Откликается, да? Отзывается. Поэтому я его Аниш называл всегда. Приручили, да. Он мне помогал на турнире претендентов и перед турниром претендентов 2018 года. Насколько я помню, я его Аниш всегда называл, и он не жаловался. А ты знаешь, когда он об этом рассказывает, Володь, он как-то бледнеет сразу от количества работы, которую ему приходилось делать? Нет, ты знаешь, ну, количество работы большое, но вот он один из тех, я почему и понял, что он очень много работает, потому что для него это было нормой. Вот я впервые, наконец, встретил шахматиста, работающего со мной, для которого вот тот объем работы, который я делаю, и всегда считал это нормой, я увидел, что для него это то, что он делает сам каждый день. И я понимаю, почему он прогрессирует и, в общем-то, борется за выход на матч с Карлсоном. Да, он работает как профессионал настоящий, который имеет амбиции и хочет стать чемпионом мира, должен работать, я считаю. Вот так вот. Жень, есть что тебе добавить к этому? Ну, я восхищен прогрессом Аниша Гири. Аниша Гири, но мне про то, что он работает больше всех на Земле, еще говорил Тукмаков. В свое время, который недолго продержался у него, видимо, в силу того, что в основном он давал советы, а не работал. Ну, в современном значении. А это, конечно, легко руководить процессом, а тут работать же надо. Но он говорил, что никого не видел, кто работал бы как Аниша. Да, но при этом Аниша еще молодец, он успевает строчить в Инстаграм каждые 15 минут, давать тысячи интервью, записывать какие-то ролики, играть с Александром Батес в пулю. В общем, я, честно говоря, не понимаю, откуда столько у человека сил и возможностей. Мне, как говорится, я, как рассказывают про игроков в покер, знаешь, если сходил в прачечную в банк в один день, но это уже как бы большой успех. То есть уже как бы дел много переделал, а Аниша успевает все и действительно прогрессирует. Особенно это видно в претендентских, кстати, где, в общем, он никогда за все, вот сколько, два раза он участвовал ни на что не претендовал, а сейчас в плюс два. И как бы, если бы не триумфальный Граянов, вполне бы мог сейчас вообще претендовать на первое место. Хорошо.